Как здесь было круто съезжать! В душе не представляю, что это за тропинка. По координатам вычислил, что я все же мимо синей тропы на Долгоруковский ушел. Свернул я искать. Сейчас по координатам понял, что я малость промахнулся. Выхожу напрямую на желтую тропу, которая выходит на синюю. В Партизнавской поляне. И вот натыкаюсь на такую тропинку. Дорожка привела меня к дороге. Скорее всего, это желтая маркированная тропа. Правда, пока я маркеров не вижу. Но поворотов я же не в боковой дороге на нее еду. Она, по крайней мере, по всем картам должна быть здесь. Поэтому я буду считать, что это желтая маркированная тропа. Ну, как минимум, она еще в правильном направлении идет. И поэтому поеду по ней. А к чему это приведет? Ну, как говорится, будет день, будет пища. Мне, собственно, пофиг. Учитывая, что я забыл батарейки для навигатора, я то, что хотел сделать, в принципе, не успею сделать. Поэтому можно поразвлекаться. Ну, тут охрененно. Охрененно. Дорога закончилась стояночкой заросшей. Ну, хотя там следы были довольно свежие. Может, это охотничья. И дальше продолжается такая трупа. Трупа по сельски голове. Надо поехать посмотреть, что дальше. Интересно же, черт возьми. Очередная переправа у меня на пути. И прям вот хочется пройтись, не снимая обувь. Там по камням, теоретически, это можно сделать. Но вон там возникает момент. Это так называется плавать, так плавать. И сейчас с велосипедом по камням проходить можно. И это, в принципе, несложно. Давайте я сейчас попробую. Если я еще намокну, намокну, ну, как бы мой косяк. Оп. То есть здесь фишка в том, что вы используете свой велосипед как опору. И жалко, это не видно, но без велосипеда обратно я уже не пройду. А там... Ух! Холодно, знаете. Большая беда печаль, что я в контактах. Они очень плохо стоят на камне. Я прошел, не намочившись. Не адская дилемма. Есть одна тропинка, которая там уходит понизу. А есть более явно идущая, вон, наверх. С одной стороны, конечно, не хочется хреначить вверх. С другой стороны, терять мне уже нечего. При необходимости стоянки воды тут до жопы. Пойду-ка я вверх. Вспомним 15-й год. Что-то как звучит. 15-й год, 15-й год. Какой интересный корень. Не знаю, за что его так жизнь, но выглядит он очень необычно. Тропинка вот она. Неявная, но есть. Значит, куда-то она приведет. Да, сильно я ошибся. В предыдущий раз. Когда я сказал, что та красная хрень деда в корень. На три часа у вас не по горам ошибся. Зато вернулся на синий маршрут. Все замечательно. Ух, снова здравствуй, грязная дорога. Едем медленно, чтобы не убраться. Чтобы грязью не разбросаться. Вот, блин, главный вопрос. Уберусь я тут или нет? Вообще колес не удержит. Именно колеса. Потому что тормоза-то я зажал. Ах, твою мать. Это я еду на полностью зажатом заднем бьюз. Пешком даже этот кусок не спустился. Ускользил. Няшка. Я няшка. Все же помнят, что няшка это болотная тина. Жижа, грязь. Я вот похож. Сейчас. На свинью. Давай тварюга. Я в тебя верю. Партизаночка. Ты приехала. Вернее, я к тебе приехал. А, пусть он уже. Приехал я таки на партизанку. Сейчас, в принципе, время, конечно, еще позволяет. Сейчас всего 7.30. Сходить куда-нибудь. Партизанка. Но, честно, мне что-то уже так неохота. Я сегодня поздно выехал в час дня. Там, оторвался на подъемчиках. Немножечко подзабились руки. Тягать велосипед вверх. Вот ощущается при сгибе, небольшая боль в мышцах. Я подумал, что в жопу лучше завтра встану с рассветом. Ну, постараюсь. И, короче, буду там вкручивать уже непосредственно на саму Каратал. В целях завтра зайти на Каратал. Ну, и там добраться еще до пару мест. Собственно, частично завершить тот маршрут еще 13-го года несчастный. Который никак все не доделывается. То есть не 13-го, не важно. Ну, вот такая прикольная стояночка. Собрана, похоже, банька. Вон там такое-то нечто типа водопадика. А мне потом на высоту 1029 вон туда сквозь кусты по желтым маркерам. А это уходит в сторону джурлы. Мне туда не нужно. Ладно, будем ставиться. Самая меня расстраивающая вещь на данный момент это то, что родник у меня находится вон там, с той стороны. А здесь я родников не увидел. Речка слишком быстрая. Сейчас очень много к тайне снега. Она грязная. Там есть еще одна речечка около указателя на желтую тропу. Но она тоже грязная. Я сейчас еще чуть-чуть пройдусь, вдруг там родники есть. Но если нет, то получится, что у меня за водой надо переходить вот эту ледяную речку каждый раз. Ну, мне это два раза придется сделать. Еще один момент. Я знаю, вас в этом выпуске уже задолбал. Но, блин, надо поболтать с кем-нибудь хотя бы. Хотя вон там люди есть. Сейчас сходим, пообщаемся. В общем, возможно, я замерз в своем спальнике Трампа из-за того, что ночью было достаточно минус 2 где-то так. Потому что я когда поднимался дальше, проснулся, вернее, встретил женщину, которая собирала дикоросы. Ну, вот я уже когда пошел. Она сказала, она из Перевального. Она сказала, что у них там она проснулась. Небольшой снежок был. И все покрыто было инием. Возможно, как бы я замерз, потому что долбанул минус. Но, блин, точно не минус 6. И если, как бы, предел комфорта минус 6 на спальнике, а я замерз, ну, по ощущениям, в плюс. Ну, как-то это хреново. Я расстроился. Сходил я, пообщался с гостеприимными соседями. Смотрите, вон, это два мужика, которым за 70, оба, 46-го года рождения. Сейчас на неделю путешествуют по корабли. Просто охрененные люди местные. Ребята, 46-го года. У меня на минуточку бабушка 38-го, по-моему, и она просто развалена, будем честны. И я поражаюсь. Надеюсь, что я в их возрасте буду такой же. Вот, честно, искренне. И всеми силами к этому стремлюсь. Вот, они меня, короче, заверили в том, что здесь нет медведей. Я не мог видеть медведя. Но вот вполне мог видеть кабана. Это стало даже интересней. И еще, что, возможно, сюда этой зимой забежали волки. Слухи такие сейчас очень упорные. Но пока достоверных подтверждений нет. Ну, на всякий случай, если пойдете, имейте в виду. Короче, снимаю в режиме красного света. Вот, на себя. Потому что ночь, чтобы глаза не слепить в светлой палатке белым светом. Короче, ситуация следующая. Я просто радуюсь. Решил проэкспериментировать. Ну, действительно ли спальник накрылся, либо температура в прошлой ночи опускалась просто адово. И надел термоштаны и термушку. И залез в спальник. Примерно через час мне стало прохладно. И я подумал, что как бы, ну, наверное, стоит надеть флиску. Надел флиску. Первую. Уже смешно, да? Вот. Залез в спальник. И как бы мне не было так, чтобы тепло. Через час я нифига не согрелся. Надел вторые штаны. Мне даже начало подколбашивать от холода. Надел вторые штаны. И третью флиску. Ну, термушка и две флиски. Вот. И вот сейчас только лег. До этого еще специально выходил дважды, когда один пододевался на улицу. Из палатки. Там плюсовая температура. Там не минус. Потому что сверху на палатке капельки росы. Собственно говоря, я теперь понимаю, почему вот этот Трамп из серии Адвенчири, это то еще, мать его, приключение, когда спальник умирает. Просто он реально, я не знаю, что с ним произошло, но он умер от слова совсем. Я вот в тех местах, где его не касаюсь, трогаю его, он холодный. Подержу руку, он согревается. Убираю руку. Потом снова туда перемещаю. Через буквально три минуты он снова, сука, холодный. Такое впечатление, что там просто весь материал внутри перестал греть. Поэтому, походу, завтра я ломлюсь в Симферополь и приобретаю себе спальник. Потому что, ну, одну, там, две ночи, ну, три, там, я смогу еще пережить. Но мне же, блин, до девятого числа тусить на корабе, а это как-то вот вообще не улыбается. Это прям трешачок какой-то, знаете ли. Главное, чтобы... И главная проблема в том, что я не могу попросить жену провести мне спальник из Москвы. Потому что те спальники, которые под эту температуру более-менее рассчитаны, все находятся не в... не дома в Москве, а в других местах. И она просто не успеет его взять, заехать куда-нибудь. И это... Это очень-очень беда, печаль. Просто я в большом расстройстве, короче. Вот они такие, внезапные траты в поездке. Но, конечно, Трамп подвел это пипец. Никак в жизни у меня больше спальников Трампа не будет. И вам не советую. Я извиняюсь, что его рекламировал. Причем вопрос только в спальниках. У меня есть другие вещи Трамп, которые отлично работают, но спальник оказался днищем полным. Но самое главное, что это нельзя было проверить сразу. Изначально-то он работал. То есть фишка была в том, что он умер через слишком маленькое время. И я всегда говорю, как только что-то происходит. Поэтому вот имейте в виду, не советую я лично на личном опыте. Это, конечно, единичный случай, но больше на себе так проверять я не хочу. Поэтому я не рекомендую спальники Трамп. Субтитры сделал DimaTorzok